Друзья мои, всем добрый день! Сегодня у нас 6 февраля и у нас сегодня эксперименты, которые мы проводим с острым перцем. Перец колокольчик. Этот перец был посеян вместе с эустомами. Это где-то в конце ноября. Две недели назад он уже был хороший довольно-таки кустик. Я его обрезала верхушечку, оставив 7 долей и 6 листиков. И на сегодняшний день выглядит он вот таким вот образом. Посмотрите. Сегодня я его буду переваливать в больше горшочек, литровый. Мы посмотрим, какая там корневая. И все-таки, что же нам это дает? Я тоже это делаю второй раз. Вот смотрите, кто выращивал колокольчик, знают, что он довольно-таки высокий перец. То есть он у меня где-то в теплице был до метр тридцать. То есть на сегодняшний день, прошло уже декабрь, январь и два месяца, он где-то должен быть вот такой высоты, плюс коронный цветок и пошла развилка. Вот что мы добились, вот так вот укоротив его. Видите, пошли пасынки. Пасынки, хорошие пасынки такие пошли. Но здесь вот маловато. Вот здесь вот можно посмотреть. Это уже я следующий обрезала. Вот здесь вот хорошенький какой. Вот здесь вот пошло, смотрите, раз, два, три пасынка уже. Посмотрите, какая листва замечательная. Но эти у меня еще постоят. Эти позже были посеяны и обрезаны. Ну так вот, с этим. Здесь у меня пошло пока два. Сегодня я его перекину. Я дня два назад убрала семидоли. Посажу я их, перекину в литровый горшочек. Землю, какую я делала, я рассказывала. Здесь у меня торф, финский торф, плюс биогумус, плюс земля, плюс перлит. Вот, все, больше я ничего сюда не добавляла. Да, ничего не добавляла больше. Заглублю вот по это место и будем наблюдать дальше. Я хочу, чтобы и здесь почечки проснулись еще, может быть. То есть потом, когда довольно-таки большие будут вот эти пасынки, вот это у нас убираются листики. Вот здесь вот я случайно отломила листик такой. Вот здесь вот. Ну и вот этот черешочек сам отвалился через пару-тройку дней. Видите, у нас что будет? Вот такой вот пышный куст с низкой кроной. Что на этих перцах я еще хочу сделать? Сейчас они вырастут немножечко еще, вот эти пасынки. И все-таки хочу попытаться еще разочек прищипнуть здесь. Просто посмотреть, что у нас получится дальше. Все. Вот будем выращивать, будем смотреть. Рекомендую попробовать вместе со мной. Может быть, все не нужно делать. Я-то все стригу подряд. У меня еще высажено очень много перцев всевозможных. И македонские мне прислали. И хабанеры, и халапенья. В общем, достаточно мелкие, крупные. Я одну грядку буду делать именно вот этого острого, полуострого перца. Для чего я это тоже делаю? Буквально в ближайшее время я сниму ролик. Это очень-очень-очень-очень вкусная консервация. У меня уже заказы на рассаду колокольчика. У меня заказы уже на консервацию. Так что рецепт мне дала подписчица канала. Вот я покажу, как он выглядит. В общем-то, очень интересно. Это вот просто находка прошлого года. Поэтому режу все. Не боюсь. Уже пробовала кустик перца, который я обрезала. Он дал порядка двух ящиков этих красивейших перцев в колокольчик. То, что не обрезала. И вот как бы пошли развилки. Ну, там, конечно, такого я не добилась. Поэтому давайте экспериментировать вместе. Так, здесь вот я все, видите, заглубила. Ну, сейчас мы посмотрим. То есть еще подрастут. Я потом убираю эти листочки. Лишнего ничего не убираю из листьев. Так, ну что, какая у нас здесь. Посмотрим корневая. Корневая мне не очень понравилась, сразу скажу. Но хочется мне их перекинуть все-таки в литровый. Ну, вполне нормальная корневая, как можете видеть. Но еще возможность подержать, но не вижу смысла никакого. Все. Кладем сюда его. И насыпаем. Но это я уже сделаю без вас. Не буду занимать ваше время. Вот эти горшочки очень удобные, литровые. И вот так вот переваливать замечательно просто. Вот так вот делаем. И руки потом помою. Ну, земля все чистая, все свое. Ну, в общем, и так далее. Сверху я вот так вот положу кокос, чтобы не пересыхало и чтобы не землю не рыхлить после поливов. Ну, сделаю сейчас красивенько и аккуратненько. И после этого, друзья мои, все у нас уже пошел в ход. Радифарм. Это стимулятор корней. Вот. Вот я вот тут его уже развела. Сейчас я после этого полью. Если есть вопросы, друзья мои, спрашивайте. Перцы пока я ничем особо не подкармливала. То есть была одна подкормка, значит, 13-40-13 для корневой системы фосфора увеличена. И потом, после того, как я его подстригла, для того, чтобы росла зеленая масса, я полила 18-18-18. Все. Я довольна. Вот можете видеть, что, как, ну, хороший очень торф этот финский. Растения такие замечательные. Вы знаете, даже, что меня удивило, они так и пахнут перчиком, вот этим пикантным. Ну, просто прелесть. Так. Сейчас я вам покажу еще результаты опытов. Вот, друзья мои, перцы тоже я показывала. Я сеяла с замачиванием 15-го вечера. И на три дня я замочила в энергене. И потом я их тоже посеяла перчики. Ну, вот, как можете видеть, вот это были посеяны сухими семенами. Сам горшочек был пролит агатом. Он тоже идет как биостимулятор. Это замоченные у меня были в энергене. Ну, можете видеть, что они довольно... Они на пять дней позже у меня взошли. И выглядят они, в общем, вот на сегодняшний день вот так вот. Эти перцы, это сладкие перцы крупные. Я их хочу тоже попробовать вот так вот порезать в будущем. Потому что есть время. И они у меня экспериментальные. И хочу показать вам томатики, как себя чувствуют гномы. Вот такие гномы, которые мы... Я протравливала семена. Выглядят они вот так вот. Четверочка, двоечка. Там уже довольно-таки большая была корневая система. И я их перекинула в 200-граммовые стаканчики. Я считаю, что выглядят они вообще просто замечательно. Сейчас покажу те, которые не протравливала. Правда, они эти стоят у меня под лампами. А те, друзья мои, стоят здесь, на веранде. Вот, посмотрите. Конечно, безусловно, это не в равных они были, так сказать, условиях. Но сам факт, что, в принципе, при должном уходе и, в общем, томаты нормальные. Ну, вот эти, видите, все жалко выкинуть. Я тут протравливала семена и пролила землю. Вот, знаете, то, что осталось, этот Максим с светоловином. Вот, я его разбавила еще и земельку здесь пролила. Ну, вот, пока они стоят на веранде, у меня место есть. В общем, не знаю, что с ними делать. Вроде как и выкинуть. Жалко, но не хочу их близко подпускать к своей рассаде. Ну, вот, друзья мои, вот такие у нас интересные дела. Так что, если есть вопросы, спрашивайте. Всем хорошего дня. До свидания.